Ассаляму алейкум арахматуллахим барабану, с вами Ум Малик, и мы продолжаем с вами изучение арабского языка. Не забывайте подписываться, ставить напоминания о следующих уроках и делиться полезными знаниями. Также пишите ваши комментарии и выполняйте задания. Мы сегодня с вами завершаем тему касательно буквы МИМ, которая у нас здесь, и у нас несколько новых слов, предложений и правил. Первое слово это МЭДЕ. Мы видим в этом слове долгий МИМ, вернее долгий хард, алиф, да, с МИМ. МЭДЕ, МЭДЕ. Это переводится как «что». МЭДЕ обычно используется как «что» в предложениях, где есть глагол, да, то есть как бы вопрос к прямому дополнению. То есть что ты кушаешь, что ты читаешь, что ты там видишь, да, то есть когда у нас вот такой переход действия на какой-то предмет, и вот будет использоваться МЭДЕ, то есть это «вопросы». И смотрим предложение, скорее вопрос, и сразу обратите внимание на то, как пишется попросительный знак в арабском языке, наоборот. Итак, МЭДЕ, ТУРИДУ, МЭДЕ, ТУРИДУ, МЭДЕ, ТУРИДУ, МЭДЕ, это что? ТУРИДУ, это глагол настоящего времени. Это будет переводиться как «ты хочешь», МЭДЕ, ТУРИДУ, что ты хочешь. Сам глагол, который здесь используется, это у нас глагол «АРАДА». Видите, в словаре вы найдете его «АРАДА». «АРАДА ЮРИДУ». То есть это «хотеть», «АРАДА», «хотеть». Он поменяется как на «ТУРИДУ», как изменяется глагол настоящего времени, как он испрягается, про это будем еще говорить с вами. То есть «что ты хочешь». Вопрос. МЭДЕ, ТУРИДУ, что ты хочешь. Следующее – это «ДЖАМИЛЯ ТУН». Здесь уже «МИ» с долгим «Я», «МИ», «ДЖАМИЛЯ ТУН». Мы видим там «АРБУТА», что подсказывает нам, что, скорее всего, речь идет о женском роде. «ДЖАМИЛЯ», «Красивая». Смотрим предложение. «ХУДЖАМИЛЯ ТУН». «ХУДЖАМИЛЯ ТУН». «ХУДЖАМИЛЯ» – это «комната». «ЭТО» – «КОМНАТА КРАСИВАЯ». То есть «ЭТО» – «КРАСИВАЯ КОМНАТА», наоборот, в русском мы говорим. «ЭТО» – «КОМНАТА», да? «И КАКАЯ КРАСИВАЯ КРАСИВАЯ КОМНАТА». Здесь мы видим определяющее слово и определение. «ДЖАМИЛЯ ТУН» – определение, которое выражено прилагательным и полностью согласуется с определяющим словом. «Вроде», «в числе», «в состоянии», «в падеже», про это говорили на прошлом уроке. Поэтому, если мы посмотрим, здесь и рот женский, и число единственное в словах, да, и «ХУДЖРА», и «ДЖАМИЛЯ», и «Падеж», в конце мы видим «УН», «УН» и «ТАМ», и «ТАМ», и «ТАМ», и «ТАМ». И состояние неопределенное в этих словах. «ХАВИ ХУДЖРАТУН ДЖАМИЛЯ ТУН». И третье – это «МАХМУДУН». «МАХМУД» – здесь «МИМ» с долгим «ВАУ», да, «ВАУ», с УКУНом перед ней «ЛОМА». «МАХМУДУН». «МАХМУД» – это имя. Это имя, мужское имя. «Я КУРАУ МАХМУДУ НИЛ КИТАБА». «Я КУРАУ МАХМУДУ НИЛ КИТАБА». «Я КУРАУ» – это тоже глагол «Настоящее время». Уже у нас был «КАРАА», мы его спрягали в прошедшем времени вместе с вами, научились как-то делать. Ну, здесь он в «Настоящее время», иншаллах, тоже эту тему будем брать. «Я КУРАУ» – читает «МАХМУД АЛЬ КИТАБА» – книгу. «Книга» – мы уже с вами брали это слово. Мы смотрим, что прямое дополнение у нас с фатхой в конце. «Кто читает?» – «МАХМУД». «МАХМУДУН». Это показывает у нас, что это действующее лицо. И стоит в положении «РОФА», признак которого – это основной признак – это «ЛАММО» в конце. Здесь еще очень такое интересное правило по поводу чтения. «МАХМУДУН» и у нас идет «ЛЬ КИТАБА». «МАХМУДУН» и «ЛЬ СУКУНОМ» здесь. «ЛЬ СУКУНОМ» и если мы «ДУН», то есть если я напишу это вам условно, как у нас оно бы писалось. «МАХМУДУН» и «ЛЬ КИТАБА». То есть мы видим тут «НУН» с УКУНОМ и «ЛЯМ». Заберем, чтобы не смущало. «ЛЯМ» тоже без гласного. То есть подряд. В арабском языке такое сочетание не свойственное арабскому языку. Арабы так и говорят. Поэтому, чтобы не встречалось два СУКУНОМ, по сути здесь три согласных когда подряд, то в этих случаях у нас зачастую между словами «в избежать встречи двух СУКУНОМ» на помощь приходит КАСРА. Но не только КАСРА. Бывают и другие варианты. Я уже про это вам говорила, когда у нас «ДОЛГ» сокращался, такое васлирование. В этом случае чаще всего это КАСРА. То есть «И». Поэтому я вам прочитала. «Я КРАУ МАХМУДУ НИЛ КИТАБА». «МАХМУДУ НИЛ КИТАБА». «МАХМУДУ НИЛ КИТАБА». То есть добавим КАСРУ для лёгкости, плавности звучания. «Я КРАУ МАХМУДУ НИЛ КИТАБА». Да. Алхамдуллах. Здесь мы с вами завершили эту часть урока. Вы сможете сделать упражнение далее. прописать эти буквы НИМ, прочитать их согласовками уже с лёгкостью и с долгими буквами. «МАХМУ». И слова также прочитать, которые здесь есть уже легко, иншалла. И также у вас есть вот четвёртое упражнение, на которое я бы хотела тоже обратить внимание. Первая его часть нужно подчеркнуть букву МИМ из вот выше написанных букв. Во второй части, то есть, «Б» нужно подчеркнуть букву МИМ одной линии и букву Та двумя линиями. Опять же, из вот этих слов это иншалла легко будет. И последнее ГИМ – это соединить эти буквы в слова. То есть, у нас буквы в словах могут немножко отличаться от тех, как они приходят в отдельности. Поэтому вы сочетаете их, соединяете, учитывая те особенности букв, которые происходят при соединении. Итак, этот урок у нас закончился по учебнику. И, иншаллах, у вас будут сейчас предложения перед вами, которые вы, иншаллах, переведёте для закрепления. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok